Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Максим Мельников. В этом году настанет ровно 30 лет с момента самой крупной техногенной катастрофы. В апреле 1986 года взорвался реактор на Чернобыльской АЭС. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы. Более 600 тысяч человек участвовали в устранении аварии. А как они живут сегодня? Какую помощь и поддержку получают от государства? А в этом спросим у Виталия Лосковца, председателя Красногорской районной общественной организации «Союз Чернобыля». Виталий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Ну что же, хотелось бы начать вот с чего. Как я уже сказал, с момента аварии прошло уже 30 лет. А что из этого события вам вспоминается больше всего сейчас? Ну, вспоминаются те дни, прежде всего, когда было все это объявлено мне. Я уже в тот же день, утром узнал об аварии, так как находилась воинская часть непосредственного подчинения другой части, 10-километровой зоне, в которой руководитель мой был. И он позвонил мне утром в 8 часов, сказал авария, что там я проехал, говорит, и радиация повышена, непонятно что. Будь готов к эвакуации личного состава, жителей городка, потому что у меня много... Военный городок был закрытый, около 3000 населения совместно с промышленностью, общежития там жили они. Вот такая ситуация. Собрал своих заместителей, начальников отделов, объяснил, как надо действовать. Назначил дозоры, которые каждые 2 часа ходили по территории и проверяли уровень радиации. И мы тогда уже заметили, что уровень радиации повышен десятки раз в районе детского сада, школы, плац, ну, на всей практически территории. Поэтому были приняты меры и через женсовет, через руководителей, о том, чтобы поменьше выходили дети, жрители на улицу, закрывали окна плотно, и все. Вот такой ситуации. В то же время сразу начался отъезд местные, которые поблизости жили там, в Киеве, в Житомире. У меня выпускники в основном в Житомирском училище были. Поэтому они сразу детей туда начали вывозить. Я никому не препятствовал, пускал жен. Потому что практически жены офицеров тоже в части работали, так как объект был большой. Промышленность там создала хорошие места для работы, возможность была женам тоже работать. Вот, как бы, такое вот начало. И потом пошли будние дни. Значит, 21-го числа приезжает к нам эта воинская часть. С семьями эвакуировали их оттуда. С Чернобыля 2, 10-километровой зоне они там находились. 21-го мая они приехали. И потом была поставлена задача личному составу моей воинской части, где я был командиром, организовать охрану этой части своим личным составом и вывоз материальных средств. В основном там специальная техника была, которую пришлось специально проводить дезактивацию, специально делать оборудование специальное было для того, чтобы ее туда для эвакуации и перевозки вложить и отправить в другие места. Порядка 350 эшелонов было отправлено в Министерство обороны. И так до августа 88-го года личный состав части занимался. Пока не приехали, все надеялись, что там все успокоится, уйдет радиация, но она не уйдет еще на долгие годы, жизнь там невозможная. Поэтому вот в 88-м году в августе месяце закрыли этот объект, передали. Просто ушли мы оттуда и все. Понятно. Ну что же, это вот воспоминание 30-летней давности. Но хотелось бы вернуться в нашу реальность и поговорить немножко об организации «Союз Чернобыль». Как давно она была создана? Какую функцию выполняет? Сколько сегодня членов этой общественной организации? Ну, когда где-то в начале 88-х, 89-х годов начались заболевания, почувствовали те, кто принимал участие в ликвидации, инвалидности пошли, и поняли, что государство к нам никакого внимания не обращает. Мы вынуждены были по всему Советскому Союзу, стихийно практически начали собираться те, кто там был, и создавались организации. Так и создалась в том числе и наша Красноморская организация в 89-м году. Мы уже официально существовали. Хонченко Владимир Михайлович был первым председателем Снохабинского гарнизона. И по сей день мы существуем. Естественно, старались охватить как можно больше наших жителей, чтобы те, кто принимали участие. У нас, я могу напомнить, значит, два гарнизона военных, Нахабинский и Красногорский, принимали офицеры в основном участие в ликвидации этой катастрофы. Призывники с военкомата, порядка 77 человек было призвано офицеров, прапорщиков и солдат. И призваны или откомандированы гражданский персонал с министерств различных, много медиков наших, и там участвовало. И даже не бывая в Чернобыле, но получили удостоверение несколько человек, медработников 6-й больницы города Москвы, куда привезли тот же день первых облученных ребят, пожарных, и которым они там первые дни оказывали помощь. Но, к сожалению, 28 человек у них на руках практически ушли из жизни. Вот у нас есть медсестра Васильева Юдакия Артемьевна, она, как говорит, каждого на руках держала, обмывала, и потом вот 26-го завтра поедем, в 12 часов выезд, кто желает к администрации Ленина-4 подойти, мы выйдем на Митинское кладбище, и она каждый раз ездит, и она их практически по именам всех знает и помнит до сих пор. Ну и все-таки про организацию, да? И вот создали организацию. Первое это было уточнение списков. Через социальная защита тогда только начинала действовать. Потом уже и пенсионный фонд, через который мы получаем те льготы, которые нам дали. Ну, закон, в принципе, нормальный, вначале вышел в 2005 году, который, ну, позволил нам как бы почувствовать тоже, нет, до 2005 года, почувствовать какие-то, ну, внимание к нам. Ну, после 2005 года в законе практически все льготы отобрали, выдали нам ежемесячно по 1000 рублей, по 1000 рублей с пролонгацией. То, кто в 86-м году был, в 87-м, кто в 88-м, и дальше, тем по 800 рублей. И на этом практически все. Да, и еще, подчеркну, один раз в год, значит, в 86-й год, в 87-м году участники получают на оздоровление. 300 рублей один раз в год нам присылают. И 200 рублей в 88-м год. Вот представьте, что это за оздоровление. Медицинская помощь, поставленная мы на общую медицинскую страховку, хотя должна быть какая-то специализированная нам медицинская помощь, потому что радиация, она по-своему действует на организме, на крови, и на ткани, и на кости. То есть тут совершенно по-другому. Сейчас, ну, если раньше чуть-чуть хоть как-то там обращали на это внимание, то сейчас практически в общей очереди все. Поэтому пытаемся как-то помогать, там, звонить. Вот мне одна, вот та же Васильева обратилась, что у нее там сворачивается кровь, ей надо разжать кровь, если она пошла в поликлинику, ей там в очередь поставили через месяц. Я говорю, я умру. Я позвонил начальнику поликлиники Чернева, по-моему, Наталья Александровна, не помню сейчас точно. Спасибо ей, она буквально на второй день ее пригласила, созвонилась и оказала помощь. Также вот к другим врачам, главврачам обращаюсь, или их заместителям, в том числе некоторых даже в 62-ю больницу, вот прошу, чтобы там посмотрели наших. То есть чисто на таком вот доверительном общении. Так, чтобы официально поехали, занялись, проверили, как раньше было. Порекомендовали там что-то еще, сейчас нет. Вот основная цель, вот такая. Спонсоры раньше хоть что-то нам помогали, какие-то деньги давали, Тегик наук нам помогала. Уже второй год, значит, в связи, может быть, с кризисом практически никто, ни копейки нам не дает. Поэтому мы раньше как-то выделяли хоть небольшую долю денег на захоронение, в дом оказывали помощь, хоть по тысяче рублей в месяц, в год. Сейчас, значит, в этом году хочу сказать и поблагодарить главу нашего района, и Борис Егоровича рассказывал, при нем я вопрос этот поднял через Совет депутатов, они тоже поддержали, и каждому чернобыльцу, и те, кто связан с радиацией, выделены по тысяче рублей. Городские и сельские поселения тоже откликнулись, но не всем, но тем, кто по хозяйству организации, тоже по три тысячи выделены денежные средства. Нахабина 25 чернобыльцам, город 30 чернобыльцам. Вот сейчас будем искать этих, их, и будем решать, как они, чтобы получили деньги. Потому что не так просто вот деньги выдать. Вот в 23-м мы пытались по максимуму собрать наших чернобыльцев. Дважды, значит, письма посылали, потому что телефонной связи нет. Ну, мало есть, в основном все на сотовые перешли. Поэтому вынуждены были вот через поштовое отделение пригласить. И считаю, что 23-го, ну, около 300 человек, чисто вот чернобыльцев и связан с радиацией было, а в зале до 500 человек, они пришли, наверное, с семьями. Собралось нас очень много мероприятия. Спасибо главе администрации Сапунову Михаилу Васильевичу. Он эти деньги вот поддержал, выделил, когда пришел главой. И в том числе на мероприятия были выделены средства. Потом небольшой концерт был. И так поговорили, хоть повстречались с чернобыльцами. Вот в таком режиме живем. Правда, есть обиды, что до кого-то впервые узнали, что есть организация. И, ну, к сожалению, как бы мы и в газетах, и по телевидению каждый раз выступаем 26 апреля. У нас уже традиция 26 апреля, в том числе завтра, значит, спланированные автобусы, транспорт. Вот администрация Ленина 4, 8.30 отправляется с нашим одним из членов правления на кладбище Пенягинское. Поэтому вдову мы приглашаем города в полдевятого подойти, кто захоронен на Пенягинское кладбище, и с ними вместе съездят. Потом он заедет, заберет вдов в военном городке Павшино где-то около 9 часов и съездит на Пенягинское кладбище. В Нахабино там отработано, тоже они встречаются все в Нахабинской администрации, ездят по Нахабинскому кладбищу. И к 11 часам приезжает к Знаменской церкви, где проходит панихида. И в 12 часов автобус заказан на 55 человек, поэтому приходите, желающие. Мы поедем в 12 часов на Митинское кладбище, на Всероссийский митинг. И эта традиция, она каждый год у нас. Поэтому, кто нас слышит, не забывайте, 26 в 11 часов мы всегда встречаемся у церкви и потом участвуем в всех мероприятиях. Виталий Михайлович, спасибо большое за то, что сегодня нашли время и пришли к нам в студию. Хочу пожелать вам удачи, успехов. Также напомнить нашим телезрителям, что сегодня в гостях у нас был Виталий Михайлович Лосковец, председатель Красногорской общественной организации «Союз Чернобыль». Для вас в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин